Всем привет-привет, меня зовут Катя, вы смотрите блог Мир Трудкрафт, блог о творчестве, креативе, вдохновении, а это мой визуальный дневник, дневник, в котором я не записываю, что со мной произошло, а зарисовываю. И сейчас мы посмотрим, как я заполняю вот этот разворот. Если вы так и не поняли, что такое визуальный дневник, то не переживайте, вы быстро въедете. Всем приятного просмотра! 11 октября у моей мамы был день рождения, за день до этого мы как раз были в какой-то станице, гуляли по какому-то рынку, где было много бабушек с цветами, и я решила подарить ей цветы, которые не завянут, а цветы в горшке, ведь моя мама та еще дачница, так что получилось очень прагматичненько. Я решила это изобразить таким цветочным паттерном, потому что, во-первых, мне было интересно, что получится, а во-вторых, букеты я рисовать не умею, это факт. Вечером я приготовила праздничные синабоны, мы с мамой говорили о жизни, и мои родители в браке уже 27 лет, и в этом году папа забыл про ее день рождения, вот это неловко получилось, хорошо, что не мой муж, я б ему это припомнила, но, наверное, именно поэтому у меня мужа нет, а моя мама в браке уже 27 лет. На следующий день у меня была кое-какая встреча с человеком из прошлого, и как я написала, когда встречаешься с прошлым, будь готов к возрождению и прошлых травм. К сожалению, я здесь не могу как-то много комментировать, но я заметила одно удивительное, поразительное сходство с одной девушкой, что подарило мне новые поводы для размышлений и для ненависти, почему бы и нет, именно то, чего мне не хватало во вторник. А теперь запоминаем древневосточную мудрость, не засрал себе настроение, день прожит зря. Как вы понимаете, жизнь я свою проживаю довольно осознанно. 14 числа я выкладывала рекламу сервиса по созданию чехлов, и по условиям нашего рекламного соглашения, это видео должно было набрать 100 тысяч просмотров. Если бы этого не произошло, тогда бы мне пришлось переделывать ролики, пока суммарно не набралась бы нужная цифра. Но, к счастью, это произошло с первого раза, и мне не пришлось ничего переделывать, а я стала счастливой обладательницей классного чехла со своим дизайном. 15 октября в рамках марафона я фантазировала и рисовала свой стикер-пак. У меня в мыслях есть идея сделать что-нибудь подобное, но знаете, вот это когда-нибудь, может быть. А так хотя бы я уже сделала первый шаг, и осталось дело за малым. Всего лишь накопить деньги, купить планшет, научиться рисовать на нем. Ну так, знаете, по мелочи. А для того, чтобы было понятно, что это именно стикеры, я их обвела пунктирной линией. А потом мы с мамой поехали в торговый центр, прошлись по магазинам, и я вернула джинсы, в которых не могла дышать, и купила новые, в которых я в теории даже смогу поесть, наверное. На следующий день была прекрасная погода, и мы решили выехать за город, прогуляться по моей любимой базе отдыха под Краснодаром, Фишинг Фэмили. И день был абсолютно шикарным, но я все равно приехала домой расстроенная, расстроена, уснула в 9 вечера в зале, и проснулась в 4 утра. Когда переходила в свою комнату, услышала, что наш кот как-то странно орет, подумала, ну как-то поздновато, или уже даже рановато его кормить. Поэтому благополучно забила, и проснулась от того, что он просто стоит на моем столе и сыт на него. Это только половина проблемы. Вторая половина заключалась в том, что он нассал на мой пенал и на мои ноутбуки. Поэтому у товарища появилось новое третье прозвище. Кузя, придурок и пушистый пидаль. На следующий день ребята неожиданно предложили прокатиться до горячего ключа, и по дороге я рассказывала историю о том, как однажды гуляла с мальчиком, он предложил меня чем-нибудь угостить, я отказалась, а возле моего дома он очень ругался на то, что такси стоит 150 рублей, а это его последние деньги. Представляете, как неловко было. Но, к сожалению, в момент кульминации истории Илья за рулем пил какао и поперхнулся. История получилась какая-то мало того, что кринжовая, так еще и травмоопасная. В местном парке нашли какую-то дискотеку 90-х, и вместе с Машей присоединились к этому празднику жизни. Забавно то, что мы с Машей познакомились именно на танцах, поэтому каждый раз, когда мы видимся, что-то там отплясываем и доказываем, что бывших танцоров не бывает. А параллельно дистанционно у меня был прием у торолога, просто моя подруга купила себе колоду и решила разложить мне по моим животрепещущим вопросам. И, кстати, она постоянно обижается на то, что я ее так мало рисую. Так вот, Маша, привет! Смотри, это ты! И да, не удивляйтесь, у меня целых три подруги Маши, я еще не решила, это наше семейное благословение или проклятие, потому что у брата девушку тоже зовут Маша. Но в этот день у карт было какое-то нетолерантное настроение, а я так и не поняла, насколько действительно им доверяют. Но меня больше заинтересовал другой момент. На окончание школы я снимала видео, в котором предрекала будущее своим одноклассникам. Так вот, одной подруге я предсказала, что она выйдет замуж за одноклассника, и так и вышло, но немножко за другого парня вышло. Себе я предсказала, что стану блогером. И, собственно, так и получается. А Маше я предсказала, что она станет ведьмой, и 17 октября она мне раскладывает на таро. И все бы ничего, но некоторым другим одноклассникам я предрекла работу в столовке, лишний вес и 7 лет колонии. Мне страшно. А на обратном пути мы заехали в Пончиковую. Это не так уж и важно, но мне просто захотелось нарисовать какой-то большой рисунок. Теперь давайте немного еще поясню про сам разворот. Мне нравится такой черно-белый вариант, потому что он самый легкий, ненапряжный, быстрый. Ну и, собственно, здесь закосячить довольно сложно. Единственное, над чем действительно надо поработать, это над композицией и над характером лайна. Сейчас я стараюсь в развороты добавлять как можно больше текста, для того, чтобы не забывать, а что я вообще такое нарисовала, и для того, чтобы уравновешивать композицию. Но, к сожалению, я так и не могу прийти к одному единственно правильному решению, как я хочу, чтобы выглядели мои развороты, поэтому экспериментирую. Чередую большие и маленькие рисунки, цветные и однотонные развороты. И, пожалуй, на этом все. Кое-где линии утолстела для того, чтобы добавить им динамики, а фигурам объема. Подкрасила кое-где волосики, и решила, что не буду добавлять цвета, для того, чтобы случайно все не испортить. Обязательно дайте знать в комментариях, если вам понравился такой формат, и вы хотите, чтобы я почаще снимала обзоры визуальных дневников именно на YouTube, потому что здесь я могу больше рассказать, показать. Если вам, правда, понравилось, то, конечно же, не забываем про лайки, про подписку, а также подписываемся на мои TikTok и Instagram, где я появляюсь намного чаще и больше. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, вдохновения, и творите как хотите.